Вторая статья, с которой я рекомендовал познакомиться в блоге компании Shift, посвящена советам в области дизайна для мобильного обучения. Советы достаточно простые, но их аж 10 штук. Первый совет. Старайтесь включать в свой обучающий контент, прежде всего, ту информацию, которую необходимо знать. То есть, второстепенное, дополнительное должно располагаться после. Must know, сперва. Should know, после. То есть, сперва то, что обязательно, потом то, что второстепенно. Второй совет. Это оптимизация для скорости. Дело в том, что за компьютером человек может подождать несколько секунд, пока загрузится видеоролик или прогрузится страничка. Мобильный пользователь, скорее всего, этого не будет делать. Поэтому старайтесь специально делать более легкими, меньше по размеру изображения. Адаптируйте видео и старайтесь пользоваться теми сервисами, которые быстрее загружаются. Например, ролик на YouTube будет грузиться быстрее, чем ролик с сайта, к примеру, вашего университета во многих случаях. Адаптируйте к средству потребления контента. То есть, учтите, что мобильный телефон, смартфон или планшет это особое средство потребления информации. Оно отличается от компьютера принципиально. И у него свои правила потребления контента. Нет такой зависимости от окружения. Не нужно специально садиться за стол. Не нужно организовывать процесс потребления, как это бывало за компьютером. Нет, вы можете ожидать, что пользователь, мобильный пользователь будет в любом окружении находиться. Стратегическое размещение. То есть, продумывайте то, как вы будете размещать материалы своего курса. Те, кто использует мобильные устройства для обучения, скорее всего, будут ожидать от вас четкого, логичного размещения материалов в определенной последовательности. Причем так, чтобы можно было легко вернуться к предыдущим материалам и посмотреть несколько раз. Или выполнить что-то повторно. Обратите внимание на то, что самая важная информация всегда должна находиться наверху слайда или странички. Навигация должна быть простой, удобной и естественной для мобильного окружения. Желательно что-то поверх информации, не занимающее место. Это не отдельные кнопочки, а скорее стандартные какие-то средства для навигации. И третье. Избегайте больших текстов, которые нужно прокручивать, больших параграфов. Нет, нужно все выдавать тезисно. Тестируйте, прежде чем запустите материалы для обучения. Может оказаться, что на другом устройстве выглядит все по-другому. Причем желательно, чтобы тестировали не только вы. Поведение людей, разные способы использования устройств могут сильно отличаться. То, что для вас кажется естественным, для другого человека может быть довольно нетривиальной задачкой. Адаптивный дизайн. Учтите, что экраны мобильных устройств очень отличаются по размеру, пропорциям. И то, что выглядит у вас замечательно, у кого-то еще будет смотреться просто ужасно. Или просто невозможно для использования. Поэтому используйте адаптивный дизайн сервиса, которые позволяют автоматически подстраиваться под размеры экрана. Особенно, когда происходит верстка чего-то. Учтите, что в общем PDF читать с мобильного устройства крайне неудобно. Седьмой вопрос, седьмой пункт это то, что желательно пытаться представить наиболее вероятные способы взаимодействия вашего пользователя мобильного обучающегося с контентом в каких-то условиях. Ну, к примеру, если вы создаете курс для людей, которые работают, для корпоративного обучения, ну, скорее всего, учитывайте в каком окружении может это использоваться. Возможно, вы создаете курс для студентов, рассчитывая на то, что они будут использовать это в общежитии, в библиотеке, в транспорте, где. Желательно попросить, провести исследование и знать, будет ли это яркое освещение, нужны ли контрастные тона, будет ли это зашумленное помещение, будет ли достаточно просто аудио или желательно наличие субтитров и слайдов и так далее. Разные способы подачи материала могут очень сильно влиять на потребление контента. Упрощение. Восьмой совет. Делайте все проще. Минимализм это то, что сейчас является признаком хорошего тона в обучении. И старайтесь делать меньше, в смысле объема, в смысле тяжеловесности, проще с точки зрения чтения с экрана. Девятое. Старайтесь учитывать то, как происходит взаимодействие человека с мобильным устройством. Это больше не клавиатура и мышка. Кликать на какую-то ссылку на экране не так удобно, как делать это при помощи мышки. Кроме того, учтите, что некоторые люди используют для работы с мобильником другую руку. Например, те, кто пользуется левой рукой. В некоторых случаях мы не можем требовать использования двух рук. Это просто невозможно. И мобильные устройства очень сильно отличаются. Десятый пункт. Самый последний и важный. Старайтесь делать так, чтобы человек взаимодействовал и была обратная связь. Взаимодействовал с вами, с вашим контентом. Человек, который пользуется смартфоном, может легко ответить быстро на какие-то вопросы. Ему можно легко напомнить при помощи системы напоминаний. В общем, старайтесь достучаться до своего пользователя и получать обратную связь. Это условие игры.